В поисках большой русской аудитории Вертинский отправился в Шанхай, где прожил 8 лет. Всегда элегантный, вспоминала писательница Наталья Ильина, познакомившаяся с артистом в Шанхае. Аккуратный, подтянутый, ботинки начищены, платки и воротнички белоснежны. Внешне на представителя богема не похож совершенно, а по характеру богема, актер. Цены деньгам не знал, были, разбрасывал, раздавал, прогуливал, не было, мрачнел, сидел без них. Щадить себя не умел, о здоровье своем не думал и всегда был готов поделиться с теми, кто беднее его. Весной 40-го года в шанхайское кабаре Ренессанс пришла с друзьями 17-летняя Лидия Циргвава, зеленоглазая красавица. Ее дед и бабушка осели в Китай во время строительства китайской восточной железной дороги. Род Циргвава был старинным грузинским, а если точнее, мегрельским княжеским родом. Она вспоминала их первую встречу. Его тонкие, изумительные и выразительно пластичные руки, его манера кланяться всегда чуть небрежно, чуть свысока. Слова его песен, где каждое слово и фраза, произнесенные им, звучали так красиво и изысканно. Я еще никогда не слышала, чтобы столь красиво звучала русская речь. А слова поражали своей богатой интонацией. Я была очарована и захвачена в сладкий плен. Но в этот миг я не испытывала к нему ничего, кроме жалости. Я была юна, неопытна, совсем не знала жизни, но мне захотелось защитить его. И всю свою неразбуженную нежность и любовь я готова была отдать ему. Готова отдать с радостью, потому что никого прекраснее его нет и никогда в моей жизни не будет. Я это знала, сидя в прокуренном зале Ренессанса. Так же точно, как и 17 лет спустя, в тот мартовский день, когда в доме эстрады стояла с нашими девочками у его гроба. По счастливой случайности за нашим столиком сидели знакомые Вертинского. Он подошел к ним, обмен приветствиями, нас познакомили, и я сказала, садитесь, Александр Николаевич. Вертинский сел и впоследствии любил повторять, сел и навсегда. Он тоже влюбился в Лидию с первого взгляда. Будучи человеком невероятной интуиции, он почувствовал, что Лидия – его женщина. До встречи с ней у Вертинского была слава дон Жуана. Встречу с ней Александр Николаевич расценил как божий дар, как награду за все свои страдания. «Моя дорогая Лилочка, вы для меня самое дорогое, самое любимое, самое светлое, что есть в моей жизни», – писал Александр Николаевич. «Вы моя любовь, вы ангел, вы невеста, вы самая красивая на свете, самая нежная, самая чистая. И все должно быть для вас, даже мое искусство, даже мои песни и вся моя жизнь. Помните, что вы – мое спасение, что вас послал Бог, и не обижайте меня, усталого и замученного. Помните, я вам говорил, кроме вас у меня ничего нет». Узнав, что Лидия – грузинка, Вертинский стал называть себя кавказским пленником. Он звал ее Лилой и просил, чтобы она на грузинский лад звала его Сандро, но назвала его Александр Николаевич. Вспыхнувший роман развивался бурно и страстно. Вскоре Вертинский предложил Лидии руку и сердце. Та ответила согласием. Но браку воспротелись ее мать и бабушка, Лидия – девятнадцать, а жениху – пятьдесят три. В их глазах Вертинский был неподходящей парой для Лидии. Непрекаянный артист, выступающий в каких-то кабаках, не имеющий состояния, да к тому же и на тридцать четыре года старше. Но в Шархай вошли японские войска. Мама растерялась и дала согласие на их брак. «Бракосочетание состоялось в Кафедральном православном соборе», – вспоминала Лидия Владимировна. «Были белое платье, фата, взволнованный жених, цветы, пелхор. Весь русский Шархай пришел на нашу свадьбу». «Что побудило артиста вернуться на родину?» Лидия Вертинская вспоминала. «Война в России всколыхнула в нас, русских, любовь к родине и тревогу о ее судьбе. Александр Николаевич горячо убеждал меня ехать в Россию и быть с родиной в тяжелый для нее час. Я тоже стал об этом мечтать. Он написал письмо Вячеславу Молотову. Просил простить его и пустить домой, в Россию. Обещал служить родине до конца своих дней. Через два месяца пришел положительный ответ и визы. На станции «Отпор» Читинской области Вертинский сошел с поезда, поставил чемоданы, поклонился и сказал. «Здравствуй, Родина! Здравствуй, Россия!» Оглянулся, чемоданов уже не было. «Теперь я тебя узнаю». В Москву Вертинский прибыл глубокой осенью 43-го вместе с молодой женой, тещей Лидией Павловной Цыргвавой и трехмесячной дочерью Марианной. «Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине», — говорил он. «Три года семья жила в номере с Эркером в гостинице «Метрополь». Потом артисту дали квартиру на улице Горького. Правительство подарило ему машину и чудесный рояль. У певца родилась вторая дочь, Настенька. Дочерей своих он обожал. Папа был колоссальным человеком, добрым, нежным, огромным выдумщиком. Он устроил нам замечательное детство», — вспоминала Мариана Вертинская. «Вообще-то мама хотела родить пятерых детей», — рассказывала она. «Но папа ее остановил. Он понимал, что не сможет один содержать такую большую семью. Ведь кроме меня с сестрой и мамы с бабушкой с нами жила женщина, которая помогала по хозяйству, и Бонна, учившая нас с Настей английскому языку». Анастасия Вертинская рассказывала. «Мама к хозяйству не притрагивалась. Папа маму лелеял, обожал. Он ей внушил, что она идеал. Домом занималась бабушка. Она знала много кухонь. Китайскую, русскую, грузинскую, корейскую. С властями у Вертинского не сложилось. Он говорил, я существую на правах публичного дома. Все ходят, но в обществе говорить об этом неприлично. Его считали буржуазным певцом. Из множества песен, количество которых перевалило за сотни, ему разрешили исполнять около тридцати. Однажды он даже решился написать письмо товарищу Сталину. «Обо мне не пишут и не говорят ни слова. Как будто меня нет в стране», – писал Вертинский вождю народов. «А между тем я есть и очень есть. Меня любит народ. Простите мне эту смелость. Тринадцать лет на меня нельзя достать билета. Все это мучает меня. У меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего добавить не может. Но я русский человек и советский человек. И я хочу одного – стать советским актером. Для этого я и вернулся на родину». Письмо не помогло. Все осталось по-прежнему. Постепенно Александр Николаевич свыкся с такой жизнью. Я живу и живу неплохо. За четырнадцать лет я спел на родине около двух тысяч концертов. Страна наша огромна. И все же я успел побывать везде. И в Сибири, и на Урале, и в Средней Азии, и в Заполярье, и даже на Сахалине. Народ меня принимает тепло и пока не дает мне уйти со сцены. Впрочем, существовал негласный запрет на его концерты в двух столицах. Почему-то зимой его отправляли с концертами на север, летом в жару на юг. Время было послевоенное, мирная жизнь только налаживалась. Ситуация здесь неважная, писал Вертинский из Ижевска. Гостиница грязная, номерок маленький, тусклый, с одной кроватью и шкафчиком. И даже повесить вещи негде. Но все это неважно. Это обычный фон моих поездок. Жить можно где угодно. И на второй день мне даже нравится эта дырочка. Тепло, не дует. Сидит человек на жердочке, как птица, в тесной клетке. И мило даже. Только надо быть скромным, очень скромным и мудрым. И тогда будет везде хорошо. А люди? Они везде одинаковые. Живут своей трудной жизнью и радуются моему приезду. Марьяна Вертинская однажды сказала о своих родителях. Любовь их видели, это да. Отец, уезжая каждый день, писал маме письма. Каждый божий день. Она его боготворила. Он, собственно говоря, сделал ее личностью незаурядной женщиной. Ведь она вышла за него замуж в 18 лет. Он вылепил и воспитал ее, как пигмалион Галатею. Лидия Вертинская дебютировала в кино в роли сказочной птицы Феникс в фильме Садко. Всего на ее долю выпало пять киноработ, но они вписаны навсегда в золотой фонд советского кинематографа. Поначалу Александр Николаевич был против ее работы в кино. Боялся, что она увлечется другим мужчиной. Но потом он поддерживал и поощрял ее в этой работе. И даже устраивал совместные репетиции. Вертинский прекрасно понимал, что после его ухода впереди у жены будет долгая жизнь. И всячески старался сделать так, чтобы эта жизнь оказалась беззаботной. Он настоял на том, чтобы она поступила в Суриковский художественный институт, по окончании которого стала работать художником на полиграфическом комбинате. После смерти артиста его семье была назначена смехотворная низкая пенсия. И ей самой пришлось содержать семью. Александр Николаевич свой последний концерт дал в доме ветеранов сцены в Ленинграде. Вертинский вернулся в гостиницу Астория. И здесь в номере ему стало плохо. Он прилег на диван и умер. Умер той легкой смертью, которую просила Бога. Случилось это 21 мая 1957 года. Через несколько дней после смерти Вертинского я видела сон. Писала его жена в автобиографической книге «Синяя птица любви». Муж и я идем очень быстро по перрону вокзала вдоль стоящего поезда. Александр Николаевич держит меня под руку, очень волнуется и боится опоздать. Он уезжает, я его провожаю. Он говорит, что поезд его номер пять и вагон номер пять, а место шестое. Лиля, не забудь. Через несколько дней на Новодевичьем кладбище, где похоронен Александр Николаевич, в конторе я получила пропуск. Развернув его, я прочитала, что Александр Николаевич Вертинский похоронен на участке номер пять, ряд пятый, место могилы шестое. Замуж Лидия Владимировна больше не вышла. Сравнивать Александра Николаевича с кем-то было бессмысленно. 57 лет после его ухода она прожила в одиночестве. 31 декабря 2013-го она ушла к тому, кого любила всю свою жизнь. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений.